Машинку там завели, ну не знаю, она ловит затуп какой-то, вроде летит, нормально все едет, все отлично, но периодически у него бывает затуп, я не знаю, она начинает тупить, на педаль так же опять не реагирует, когда у мастера был, он сделал диагностику, говорит, ее что-то заливает, почему-то бензином заливает ее, свечи слишком много бензина, должно быть там 2,6 миллисекунд каких-то там чего-то, а у меня больше чем 3,2. Вот такая хрень, короче, не знаю, сейчас взял, вернее вчера взял, отключил EGR, в принципе машина едет нормально, короче, походу надо менять EGR. По поводу цен, вчера мониторил Авито, чтобы купить заднюю пружину, булушных у нас нету, вернее, если есть, говоря, снимайте свою, приезжайте, ищите, выбирайте. Вот не вариант, блин, заехать на СТУ, блин, снять и потом ехать, блин, искать, выбирать у них пружину. Новая пружина у нас за пару начинается от 4 тысяч, в среднем за 5 тысяч пару продают. И то за 4 тысячи не факт, что моя, что именно от моего кузова от универсала. Тоже так же говорят, приезжайте, привозите свою пружину и смотрите, проверяйте. В России, смотрел по ценам, булушные, есть за 500 рублей, есть за 700, довольно-таки в нормальном состоянии, практически чуть ли не новые. Есть также за тысячу, за полторы новые, есть вот 1100 за штуку, то есть примерно 2200 за пару, ну плюс доставка там 2500, ну 3000 будет за пару получается. А у нас, можно сказать, за 5 получается. Вот вам и цены в Калининграде. После двухмесячного, так сказать, отпуска, ну не было заказов, вообще ноль. Сейчас еду на второй заказ, всего что, первый, в пионерском поставил две дверьки, сейчас еду на второй заказ, должен быть интересный. Заказов не было вообще, даже звонков не было. Я не знаю, с чем это связано. У ребят, кто на магазинах сидит, спрашивал, они говорят, да, тоже меньше заказов стало, если раньше, говорит, на месяц, говорят, на месяц, на два вперед были заказы, сейчас максимум на неделю. Через 600 метров, сверните на съезд, направо. Салоны с кем сотрудничаю, так же говорят, ну за месяц, один-два клиента, если зайдет, ну им продаж вообще нет. Дико узнает, это вот, немножко активировались люди. За этот период пока отдыхал, где только не зарегистрировался опять. Сверните на съезд, направо. И на профи.ру опять зарегистрировался, вообще ноль заказов нету, никаких ни по ремонту квартиры, отделки, блин, ни по установке дверей, вообще ноль нету заказов. И на Яндекс.Услугах зарегистрировался, и рекламу давал на Яндекс.Услугах, и на ВКонтакте давал рекламу, вообще ноль, все равно заказов нету. Здесь, например, окошко у меня свободное, пару недель свободных, если есть, даю рекламу ВКонтакте, все, тут же 2-3 заказа выстреливают обязательно, их берешь и спокойно работаешь, и все нормально. А тут вообще ноль. Даже никто не консультировался, ничего не спрашивал. Вот такая фигня. Но сейчас должен, сейчас мой клиент, если я уже несколько раз ему ставил дверьки, сейчас заказ будет интересный. Вот в таком домике сегодня дверьки буду ставить, и дверьки интересные. Фух, 2-3 с высотой. Вот есть даже библиотека своя есть. Сегодня у меня вот такие дверьки, белый, высота 2,30. Фурнитура, замки, сантехнический Эдсон, защёлки Эдсон, слизочку, по 3 петли на каждую дверь, ручки, фору. Проёмчики все правильные, все отлично. Заказчик постарался, всё сделал красиво, правильно. Ремонт уже закончен. Здесь декоративная штукатурка, здесь покраска. Всё отлично, можно приступать к работе. Сам в глаз. Плитка есть. Всё супер-гупер. Порошки сделаны правильно. Всё просто отлично. Хотел сказать, горшка нет, есть горшок. Всё, можно приступать к работе. А на улице почти где-то. Порезон. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА